Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона, время для признания, с места в карьер. Были времена, скажем честно, еще в темные времена кабельных новостей, когда мы порой доили один новостной сюжет неделями, в некоторых случаях, как например с Оу Джей Симпсоном, месяцами, месяц за месяцем, просто больше ничего не происходило. Так что нельзя было пропустить хорошую историю. В наши дни это больше не проблема, сейчас проблема в обратном, происходит слишком много всего, в том числе страшные вещи. Только за последнюю неделю Китай подписал торговое соглашение на 50 миллиардов долларов Саудовской Аравии нашим старым союзникам, сигнализируя о конце глобальной нефтяной империи Америки. Это не мелочь. Владимир Путин тем временем, лидер России, в очередной раз пригрозил начать ядерную войну против Запада. Затем Уолл-стрит начала массово увольнять людей, что нельзя игнорировать в отрасли, занимающиеся прогнозированием будущего экономики. И в то же время благосостояние среднего американского домохозяйства упало до одного из самых низких уровней за все время. CDC отреагировал попыткой вернуть ношение масок, ведь это точно поможет. Сэма Бэнкмана Фрида арестовали. А мексиканские наркокартели, проводящие крупнейшую операцию по торговле людьми со времен трансатлантической работорговли, теперь официально контролируют нашу южную границу. Так что неделя выдалась напряженной, и вообще за прошедшую неделю произошло больше, чем за все два срока Билла Клинтона. Так что если бы вы сейчас управляли страной, вы бы не спали всю ночь, каждую ночь, пытаясь понять, как реагировать. Но не этим занята сейчас администрация Байдена, совсем не этим. Сегодня днем, пока рушится старый мировой порядок, которому на смену придет бог знает что. Люди Байдена решили провести мероприятие с трансвеститами в Белом доме. Если вам было интересно, не были ли эти сравнения с Веймаром преувеличены? Нет, не были. Поводом для празднования стало официальное подписание закона об уважении к браку, который, говорят в Белом доме, закрепит однополые браки в законе. Но подождите-ка, удивляетесь вы. Разве однополые браки не легализовал Верховный суд еще при бараке Обаме? Ну да. Но их легализовали повторно, теперь вдвойне легально. И что это значит? Это значит, пришло время послужить Леди Гагу. Танцевальная вечеринка в Белом доме! Ура! Что было законным много лет, все еще законно! Открывайте шампанское. Синди Лопер была там, конечно же, чтобы отпраздновать. Синди Лопер исполнится 70 лет весной. А значит, она живет в этой стране не первый год, но до сего дня! До этого мероприятия в Белом доме, под благосклонным взором великого Джо Байдена, говорит нам Синди Лопер, американцам не разрешалось любить друг друга. До сих пор любовь была под запретом. Но Джо Байден изменил это, теперь мы свободны любить. Смотрите и попробуйте не всплакнуть от счастья. Наши семьи узаконены. И потому что нам теперь можно любить тех, кого мы любим. Это странно произносить, но... Американцы теперь могут любить тех, кого мы любим. И, Боже, благослови Джо Байдена и всех людей, которые над этим работали, за то, что позволили людям не беспокоиться, и их детям не беспокоиться о своем будущем. Стойте, разве это было не 10 лет назад? Мы перепроверили запись сегодняшняя. Вечеринка была в Белом доме сегодня. А это значит, что где-то, наш друг по ядерным отходам, Сэм Бринтон, бывший сотрудник Минэнерго, сидит на куче украденной женской одежды, проклиная тот факт, что в аэропортах стоят камеры в зоне выдачи багажа, чертовы камеры. Если бы Бринтона не поймали, для него это было бы как Рождество. Он мог бы провести утро в гримерке у Синди Лопер, пытаясь стащить ее новый топ-халтер. Такую возможность упустил. К счастью, Марти Каммингс был в числе приглашенных. Каммингс трансвестит, у которого, как и у самого Бринтона, долгая история. Постов в соцсетях без купюр. К черту полицию, твитнул Каммингс в 2020-м. Да, мы хотим сократить расходы на полицию. Да, хотим распустить иммиграционную полицию. Нет, на меньшее мы не согласны. Мы будем бороться, чтобы это случилось. Звучит как антифа. Ну да. И как подтверждение, Каммингс продвигал нечто под названием «Эй Кап Кофи», используя широко известный слоган антифы. То есть перед вами дрэк-квин, сторонник антифа, переодевающийся женщиной и пропагандирующий насилие. Кого же еще приглашать в Белый дом? И, конечно, Каммингс тоже интересуется детьми во всех неправильных смыслах. Каммингс однажды твитнул, цитирую, дети вышли петь и сосать... Делать феляцию. О, ладно. Каммингс добавил, любой, кто думает, что дрэк не для детей, не прав. Каммингс опубликовал эту фотографию с ребенком, написав, он хочет выступить с нами в следующем году. Думаете, их безосновательно обвиняют в том, что они развращают детей? Основания есть, вообще-то. Все выглядит так. Вот Каммингс на конференции TED в 2019-м. Я узнал, как сила 20-секундного видео может изменить жизнь. Как 20-секундный клип может изменить все ваше мировоззрение. Взгляните. Это я и двухлетний Броуди на моем дрэк-бранче в Нью-Джерси. Часто семьи приходят на бранч, потому что они не могут пойти на обычное дрэк-шоу поздно вечером. И это время, когда дети могут узнать про дрэк. Из-за песни «Бэйби Шарк» я смог выступить в Доме пилигримов в серии детских представлений. И я спрашивал детей на этих шоу. Я говорил, кем вы хотите стать, когда вырастите? И, к моему удивлению, многие из этих ребят сказали, что хотят стать дрэк-квинами. Да, многие дети захотели стать дрэк-квинами. Вот такой парень сегодня в Белом доме. И это даже не аномалия. Всего месяц назад администрация пригласила парня по имени Дилан Малвени. Это взрослый мужчина, считающий себя ходячим стереотипом маленькой девочки. И он встретился с президентом. Что же происходит? Ну, тут несколько факторов. Это попытка унизить страну, сделать ее посмешищем. Эти люди рассказывают по коридорам, что были когда-то рабочим местом Авраама, Линкольна, Тедди Рузвельта, Франклина Рузвельта. Что бы вы ни думали об их политике, это были серьезные люди, которые каждую ночь сидели допоздна, думая о том, как сделать страну лучше. А теперь там этот парень и другие, как он, и Синди Лопер. Празднуют однополые браки, которые легальны еще со времен Обамы. Что здесь происходит? Ну, опять же, это попытка унизить страну, но с политической точки зрения, отвлечение внимания. Оскорбить вас столь сильно или заворожить настолько, что вы забудете, что множество мировых исторических кризисов происходят одновременно, некоторые из которых администрация Байдена вызвала, но ни один из которых не может разрешить. Вот в чем суть. Они понятия не имеют, что делать с развалом послевоенного порядка, который очевиден, или идущим замедленным крахом американской экономики, который вы чувствуете, потому что вы беднее, чем в прошлом году, и им вам нечего сказать. Даже если бы им было не все равно, ответа у них нет. Вот вам дрэк-шоу! Добро пожаловать в Эймар! Да, и что же дальше? Но главное, что вы теряете всякую перспективу относительно тех реалий, что нас окружают. Это тактика. И это не новая тактика, вообще-то. Джо Байден однажды распознал эту тактику, потому что, по крайней мере, в политике он разбирается. Вот Байден в 2006-м на записи, которую нам посчастливилось найти, говорит, что жалобы на однополые браки, чтобы вы о них не думали, довольно удобное средство для политиков отвлечь внимание от своих провалов. Вот Джо Байден. Мир катится к катастрофе. Мы крайне обеспокоены обстоятельствами, связанными с птичьим гриппом. У нас недостаточно вакцин, у нас не хватает полицейских. И мы собираемся обсуждать следующие три недели, мне говорят, гей-браки, поправку о флаге, и бог знает что еще. Я не могу поверить, что американский народ не раскусил их. У нас уже есть закон. Закон о защите брака. Мы все голосовали по нему, и кто-то сказал, брак — это союз мужчины и женщины, и штаты должны уважать это. Никто не нарушал этот закон, этот закон не оспаривался. Зачем нам нужна поправка Конституции? Брак — союз мужчины и женщины. Но это простительно, ведь то было до деменции, сейчас он не вспомнит, что говорил такое. Теперь он лишь инструмент чужих амбиций. Но наблюдение весьма проницательное. Люди говорят о таком, особенно когда это, откровенно говоря, не особо важно, потому что они не хотят говорить о других вещах. И тем интереснее тот факт, что 16 лет спустя кураторы Джо Байдена говорят ему рассказывать о гей-браках и дрэг-шоу. Главное — отвлечь вас. И, кстати, на сегодняшнем подписании закона, чтобы совсем уж отвлечь ваше внимание от всего остального, Джо Байден выступил за однополые браки. Конечно, они ведь легальны уже 10 лет. И за то, чтобы калечить детей. Смотрите. Нам нужно бросить вызов сотням бессердечных, циничных законов, принятых в Штатах, направленных против трансгендерных детей, наводящих ужас на семьи и криминализирующих врачей, которые оказывают детям нужную им помощь. Мы должны защитить этих детей, чтобы они знали, что их любят. И мы вступимся за них и скажем, «Они могут говорить за себя». Весьма занятно, если подумать. Это подписание закона, подтверждающего законность, легализующего повторно гей-браки, которое большинство людей поддерживает в этой стране. Должны ли любящие друг друга иметь возможность вступать в брак? Да, должны. Не особо спорный момент в наше время. Но вот Джо Байден использует возможность, чтобы продвигать гендерно подтверждающую заботу о детях. И, конечно, это означает нанесение увечий детям, отрезание груди у 15-летних, пожизненная стерилизация препаратами. Именно этим занимается Бостонская и многие другие больницы. Блокаторы полового созревания, удачи со стеопорозом в 30 лет. Так зачем же Джо Байдену продвигать это, помимо того, что этого хотят определенные заинтересованные группы? Предполагалось, что речь будет об однополых браках. Но вот у нас Джо Байден, президент Соединенных Штатов, вроде как продвигает калечащие операции на половых органах. А потом выходит, что еще в стране Камала Харрис и говорит о контрацепции. Чего? Смотрите. Для миллионов ЛГБТКЮАЙ плюс американцев и межрасовых пар это победа. И это часть более масштабной борьбы. Решение по делу ДОПСа напоминает нам, что основные права взаимосвязаны, включая право вступать в брак с тем, кого любишь, право на доступ к контрацепции и право принимать решения о собственном теле. Мы совсем запутались. Право покупать контрацептивы, да? У нас в команде нет юристов. Но дело Грисволд против Коннектикута было в 67-м, где подтвердилось в Верховном суде право американцев покупать контрацептивы. Это было 56 лет назад. Межрасовые браки? Хм, они были законны всю нашу жизнь. Никто не пытается их запретить. Ни один человек не настаивает на этом. Ни один! Так что Джо Байден и Камала Харрис подтвердили ваше право покупать противозачаточные и жениться на ком-то другой расы, хотя эти права и не оспариваются никем. Почему они это делают? Но в последнее время это входит в их повестку. Это ведь та же самая партия, что ранее протолкнула законопроект против линчевания в этом году. Линчевание! Было ли это в списке основных проблем? Кого-то еще линчуют? Разве это не было уже вне закона? Нет, мы запретили это впервые. Смотрите. Сенату удалось принять давно назревшие меры, приняв закон Эммита Тиля о борьбе с линчеванием. Аллилуйя! Конгресс наконец объявил линчевание федеральным преступлением. Народ нашей страны заслуживает защиты федерального закона о борьбе с линчеванием. Линчевание – это не пережиток прошлого. Акты расового террора все еще происходят в нашей стране. Ненависть не восторжествует в Америке. За белыми супремасистами не будет последнего слова. Мы не можем молчать. Молчание – это соучастие. Наконец-то, спустя все эти годы, наконец-то, линчевание стало федеральным преступлением. Спустя все эти годы! Есть много сторонников линчевания, но мы сдержали лобби линчевателей. И приняли закон в Конгрессе. Мы улучшили вашу жизнь, правда? И где же эти линчевания? Где все эти акты расового террора, совершенные белыми супремасистами? Поищите в интернете, вы увидите акты расового террора. С трудом найдутся те, что совершили белые супремасисты. Если вообще найдете, где статистика по ним? Сколько расовых нападений со стороны белых супремасистов случилось за последние пару лет? Может, их было много? Мы не осведомлены, нам неизвестно, чтобы такое происходило. Почти уверен, что такого не было. Мы знаем, что петли появлялись в разных местах. Помните это? Одну нашли на стройплощадке новой президентской библиотеки Барака Обамы. Может, об этом они говорят? Назначили шестизначную награду за поимку человека, что завязал веревку в запрещенную форму. Но виновника так и не нашли. Как странно! Потом была эта петля в гараже Носкар. Еще была петля на шее Джесси Смоллета. Может, они с этим борются? Самое смешное, что... Вы знаете, что это нереально. И большинство людей знает, что это нереально. Почему они продолжают говорить это? Потому что настоящие, реальные проблемы все копятся, а у них нет ответов и решений. И они пытаются избежать ответственности за то, что сами их и создали. И с удвоенной силой борются с фейковыми проблемами. Мы запрещаем линчевание! И никто не засмеялся? У линчевания нет сторонников. Билл Мелуджин и его команда, говоря о реальных проблемах, только что сняли на видео огромные толпы иностранцев, вторгающихся в нашу страну. Вот это правда! Большинство из них не из Мексики, они из очень далеких краев и за океанов. И теперь они в мексиканском пограничном городке напротив Браунсвилла, Техас. И они ждут там окончания 42-го раздела кодекса через 8 дней. И когда это произойдет, когда администрация Байдена откажется от этой последней правовой защиты от вторжения, волна будет огромной, естественно. Может, поэтому они приглашают трансвеститов и Синди Лопер в Белый дом? Потому что не хотят говорить, например, о ядерной угрозе Владимира Путина? Президент Владимир Путин, разрушая надежды на дипломатическое решение, предупреждает, что война будет долгой и что риск ядерного конфликта нарастает. Но он осторожен в формулировках, настаивая, что Россия станет использовать ядерное оружие только для самообороны. И никогда первой. Это скорее напоминание, чем открытая угроза. Риск возрастает, сказал он, добавив. Мы с ума не сошли. Отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать им как бритва, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Итак, мы сейчас находимся в состоянии войны. Не прокси войны, горячей войны с Россией. Американские военные сейчас на Украине сражаются в этой войне американским оружием, за которое вы заплатили. И парень, с которым мы воюем, пригрозил применить ядерное оружие против нас. И что бы вы ни думали об этом конфликте, разве это не сюжет? Это не важнее, чем запрет линчевания? Или легализация гей-браков повторно, хотя они и были законны? Или легализация контрацепции, которая легальна 67-го? Или межрасовых браков? Что? Это попытка отвлечь вас. Кто на это ведется? О, все мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok